На деловом форуме проводится шесть страновых круглых столов, каждый из которых посвящен выходу рязанских предприятий на международные рынки. Мы вышли из локации, посвященной Беларуси, и теперь отправляемся во Францию. Здесь, как и на остальных локациях, обсуждают выход рязанских компаний на французский рынок. Эксперты сообщают, что Париж сейчас крайне заинтересован в ремесленном производстве, агропромышленной продукции и автокомпонентах. Настоящая работа, я бы сказала, только начинается. Мы работаем в плотной связке с Центром поддержки экспорта Рязанской области. И далее уже, соответственно, с ними выработаем планы. Берем компании, которые все-таки имеют конкурентоспособные преимущества на французском рынке. И далее уже непосредственно с ними будем отрабатывать конкретные шаги и выводить, уже вести их к заключению контракта. Помимо Беларуси и Франции на четвертом деловом форуме Дни международного бизнеса в Рязанской области говорили о выходе на рынки Казахстана, Узбекистана, Германии и стран Африки. Выбор не случайен. Он обусловлен опытом взаимных торговых отношений и перспективами дальнейшего развития. В рамках каждой тематической встречи запланировано выступление отечественных торговых представителей в зарубежных странах. Это рынки фактически для нас еще совсем новые и совсем открытые, что самое главное. Да, вот там есть трудности, которые мы вместе можем преодолеть благодаря как раз помощи и послов этих стран, бизнеса этих стран. Но вот эти сложности – это ничто по сравнению с теми выгодами, которые наш бизнес получит, выходя на тот рынок. Я уже не говорю о том, что в принципе экспорт поощряет наше предприятие улучшать качество своих товаров. Губернатор добавил, что сейчас процессы бизнеса взбудоражены в хорошем смысле этого слова. Появились меры господдержки, которые вкупы с нацпроектами дали уверенность бизнесу, как малому, так и среднему. И сейчас рязанские предприниматели уверенно выходят на зарубежные рынки. Также мы хотим обратить внимание на доступное жилье для своих людей, для своих жителей. Соответственно, мы также хотим обеспечить своих жителей достойным питанием, достойной едой и обеспечить безопасность этой еды из сельского хозяйства. А также в глобальном смысле здравоохранения. Рязань иностранцы считают лидером этих направлений. В ответ послы готовы помочь нашим бизнесменам закрепиться на их рынке и наладить импорт товаров. И каждая страна заинтересована в своем производстве. А Рязани есть, что предложить. Например, машинное оборудование и различного рода снаряжение для Уганды. Причина этому – товары, которые производятся в России, говорят послы очень высокого качества. Очень важно обеспечить условия для полноценного сотрудничества продавцов со стороны России и покупателей со стороны Африки, чтобы иметь возможность обсуждать какие-то вещи и находить новые решения. Очень важно проводить и подобные пленарные заседания, конференции, потому что обсуждать вопросы в детали, чтобы избежать трудностей, очень важно. Четвертый деловой форум Дни международного бизнеса в Рязанской области продлится два дня. 23 сентября пройдет биржа контрактов, где примут участие представители 13 иностранных компаний из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Эфиопии и Египта. С рязанской стороны 35 рязанских компаний, предлагается 120 туров переговоров. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».